Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Сразу предлагаю начать с нефтянки, которая по бренду торгуется сейчас на отметке 58,86. Снижаемся мы второй день подряд. Видимо, рано я обрадовался тому, что котировки закрепились в районе 60 и будут предпринимать попытку движения еще выше. Но, опять же, друзья, еще не вечер. На рынке черного золота два сейчас ключевых новостных фона и повода. При этом они оказывают неоднозначную или, лучше сказать, противоречивую динамику, компенсируя друг друга. С одной стороны, это событие на Ближнем Востоке. Как вы знаете, в пятницу произошел очередной инцидент с иранским нефтяным танкером, в этот раз у берегов Саудовской Аравии. В частности, в результате ракетного удара произошла, собственно, утечка нефти в Красное море. По поводу ответственности сторон пока что, друзья, подробностей нет. Но я думаю, что, в конце концов, Иран сможет связать эту ситуацию с потенциальными возможными действиями Саудовской Аравии. Вообще, отношения между Ираном и Саудовской Аравией остаются очень и очень натянутыми. Они, как минимум, выливаются в конфликт и ряд столкновений, в том числе и вот всем известную операцию в Йемене, которая сейчас частично приостановлена. Возможно, допускаю, что дальнейший рост напряженности, в конце концов, приведет к прекращению перемирия, возобновлению военной кампании. Это вернет на рынок опасения за перебой поставок, друзья, и в итоге обеспечить нефть импульсом такого фундаментального роста. Это, собственно, мой сценарий, на который я сейчас ставлю. Для тех из вас, кто ищет другие причины, пожалуйста, можно обратить внимание на последний раунд переговоров между США и Китаем. Как вы знаете, этот раунд переговоров тоже имеет какие-то противоречивые последствия. В данном случае на рынке присутствует позитив, много позитивных комментариев. Сам Трамп назвал это чуть ли не сделкой века. Мы же прекрасно понимаем, что речь идет о всего лишь какой-то мини-сделке. И уже начинают появляться комментарии, которые снижают оптимизм, собственно, итогов прошедшего раунда переговоров. И снова потенциально выпячивают риски, о которых мы ранее говорили. Это то, что сделки в итоге такой итогово решающей не будет. Отсутствие сделки это опасение за перспективу роста мировой экономики. И те факторы, о которых мы говорили раньше, факторы, обеспечивающие снижение цен на нефть. Поэтому по нефтянке сейчас, друзья, будет очень трудно, конечно же, опираясь на фундамент, принять конкретное решение. В данном случае вам нужно все-таки принять к сведению все, что было сказано. Либо вы ставите на Ближний Восток и рост напряженности, и вместе со мной покупаете нефть. Либо вы считаете, что сделка США и Китая это лишь напускное, в конце концов, и не будет. Это обвалит мировую экономику и скажется на спросе. Вот вам, пожалуйста, причины для снижения цен на нефть. Я еще раз повторюсь, я разделяю идею покупки нефтянки, поэтому жду закрепления бренда выше 60 долларов за баррель. Доллар иена 108.32. Друзья, здесь также хочу вернуться к сделке США и Китая и отметить несколько факторов, которые лично, на мой взгляд, явно указывают на то, что того существенного прогресса, который видели многие, его нет. По-прежнему нет подписи перед так называемым первым этапом вот этого обсуждения трехэтапных переговоров. И более того, вчера, когда был поднят вопрос о том, что нужно подытожить подписями, этот первый этап Китай сообщил о том, что нуждается в дополнительных консультациях. Пожалуйста, даже нет договоренности по первому этапу. Второй момент. Реальные достижения, скажем, и послабление взаимного характера сейчас указывают лишь на то, что Китай, готов увеличить закупки сельхозпродукции американских фермеров, взамен на это Штаты не будут поднимать вот с сегодняшнего дня таможенные пошлины. При этом повышение пошлины с 15 декабря все это по-прежнему остается в силе. Я считаю, друзья, то, что к рискам последствий отсутствия сделки мы будем возвращаться вновь и вновь. И дальше, скорее всего, весь новостной фон будет направлен на то, чтобы убедить оптимистов в том, что они несколько неправы и преувеличивают тот позитив, который сложился вот по итогам пятницы. Поэтому мы ни в коем случае не отказываемся от сделки покупки защитных активов. В данном случае доллар-иена я не раз отмечал. Это как раз прекрасная возможность торговать и перспективы смягчения монетарной политики в США и повышенным спросом на защиту. То есть держим короткие позиции, ориентируемся на то, что пара закрепится в ближайшие дни ниже 108 и дальше будет уже претендовать на движение к цели, там поближе к 105 иен за доллар. Золото 1493, поскольку я только что обозначил идею все-таки сохранения интереса к защите, я считаю, что и по золоту также нужно присматриваться только лишь к длинным позициям. Откуда можно купить золото? Там непосредственно с уровня 1500 долларов за тройскую омсу, либо пониже. Это вам уже, друзья, решать. Я лишь указываю на перспективы дальнейшего роста и считаю, что где бы вы не купили золото ниже 1500, это будет хорошей сделкой. Евро против доллара 1.10.28. Здесь динамика вялая. Мы, в принципе, привыкли к тому, что по евро особо интенсивных торгов нет. Продолжаем копить фундаментальный негатив. Промышленное производство по еврозоне минус 2% в годовом выражения с 2.1. Сегодня мы ждем бизнес-оптимизм от ЗЮ. Это немецкая промышленность. Напоминаю, что на прошлой неделе у нас были отчеты по производственным заказам, по промышленному производству. В Германии там тотальный спад и многолетний минимум. Вот по производственным заказам, по-моему, минимум за последние 10 лет. Поэтому сегодня ориентируемся исключительно на слабые цифры. В принципе, по ЗЮ мы уже давно не видели хорошие статистики. В то время, как многие прогнозируют вероятность наступления рецессии, я считаю, что, друзья, рецессия уже давно характеризует немецкую экономику. Дальше она охватит еврозону и будет стимулировать Европейский Центральный Банк на дополнительные действия. Поэтому евро-доллар – короткая позиция. Фунт против доллара 1.2630. Вчера также вам рассказывал, друзья, ну, лично мое мнение, что позитив не такой уж и позитив. В частности, ралли, которое мы наблюдали по фунту на полтысячи пунктов, стало следствием комментариев о готовности ЕС и Англии активизировать переговоры. Также 10 октября прошла встреча между премьером Англии и премьером Ирландии, в ходе которого в совместной коммунике были сделаны заявления о наличии путей нахождения компромисса по бэкстоку. Деталей при этом не озвучили. Я думаю, что Джонсон до четверга предложит Евросовету какое-то частичное соглашение, которое позволит обнулить таможенные пошлины. Но при этом не знаю, какое решение будет по бэкстопу. Я допускаю, что на самом деле этого решения нет, либо если оно и будет предложено, оно явно не устроит Европейский Союз. Поэтому мы, скорее всего, вернемся к непреклонности позиций Европейского Союза и нежелания Англии делать большее, поскольку ЕС не идет на уступки. Это, в конце концов, может как раз и обеспечить уже иное ралли по фунту, нисходящее. Я напоминаю, друзья, то, что весь этот риск может быть реализован уже до конца текущей недели. Американский фондовый рынок. 2972 пункта по СНП. Сегодня стартует сезон отчетности. Банковский сектор идет первым эшелоном. По ожиданиям прогноза выручки прибыли компаний банковского сектора могут платить больше, чем на 1%. Я связываю это, безусловно, с ранее принятыми решениями о снижении ключевой процентной ставки и сохраняющимися торговыми непростыми отношениями с Китаем. Соответственно, у американского фондового рынка есть потенциальный якорь, который, помимо всего прочего, в фундаменте и рисках, о которых ранее мы говорили, может все-таки обеспечить его снижение. Австралийца 0,6771. Друзья, продавайте австралийца, потому что сегодня в ходе протоколов мы получили сигнал о том, что Резервный банк Австралии продолжит снижать процентные ставки, потому что это самое лучшее средство, которое позволяет противостоять глобальным рискам. И что еще важнее, Резервный банк Австралии также задумался о перезапуске печатного станка и программы количественного смягчения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.